Сегодня 25 ноября, день борьбы с насилием в отношении женщин. Любите своих, да, но и чужих не обижайте. Сильная новость, рубрика Короче. Поехали. В Гомеле показательно арестовали двух 17-летних пинских лицеистов за распространение наркотиков. Арест происходил в актовом зале советского РУВД на глазах у сверстников. Туда задержанных привели под конвоем, задали несколько вопросов и избрали меру пресечения в виде ареста. Оттуда ребята сразу отправили следственный изолятор. Дальше будет суд и большие сроки, ведь статья-то тяжелая. В милиции говорят, что и дальше продолжат вот такую шоковую профилактику. Говорят, она очень эффективна. Но как вы считаете? Новости средневековья. Студента из Северной Кореи приговорили к смерти за то, что тот вез в страну сериал «Игру в кальмара». Флэшку с сериалом он привез из Китая, успел продать несколько копий, его задержали, как и покупателя, и даже тех, кто просто посмотрел сериал. Как итог, студента приговорили к смерти покупателя, к пожизненному, ну а просто зрителей приговорили к пяти годам каторжных работ. Досталось и педагогам, где ребята учились, их приговорили к каторжным работам или угольным шахтам. Беларусь пытался везти в страну автомобиль McLaren, занизив его стоимость как минимум в 14 раз. Вы просто посмотрите на эту лялю. В документах владелец указал, что стоимость автомобиля составляет 18 тысяч евро. Разумеется, таможенники не поверили и выяснили, что стоимость такой фифы минимум 260 тысяч евро. Таким образом, беларус хотел уклониться от уплаты таможенной пошлины в крупном размере, а это как минимум 280 тысяч рублей. На мужчину завели две уголовки, но что с машиной не сообщается. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok